Последнее время погода словно хочет обмануть календарь. Дни стоят теплые, будто и не конец августа вовсе. По прогнозам метеорологов, такая обстановка сохранится и в начале сентября. 1 числа будет светить солнце на радость всем школьникам Тверской области. Мы можем с большой радостью и удовлетворением сообщить, что 1 сентября будет примерно такая же погода. В утренние часы, в самые ранние утренние часы, возможно, конечно, туман, поскольку все-таки осень. Первый месяц осени, ночные часы температура где-нибудь так 10-15 градусов ожидается. К 12 часам солнце прогреет атмосферу, туман разойдется, день будет солнечный, сухой и теплый. Как будто лето продолжается. Конечно, в такую погоду сидеть за партами в школе совсем не захочется. Однако с каникулы выходить все же придется. 1 сентября школа Верхней Волжи откроет свои двери более чем для 139 тысяч учеников. Из них 14 с половиной тысячи первоклассники. Но в какой бы класс дети не пошли, учеба для них начнется с линейки. В преддверии праздника мамы отправились за цветами. Традицию нужно соблюдать, считают родители. Как бы я выросла тоже. И на последний звонок, и на 1 сентября мы всегда с цветами ходили. В этом году Ольга пошла за цветами с сыном-четвероклассником не в магазин, а к бабушкам у детского мира. По ее мнению, домашние осенние цветы стоят гораздо дольше покупных. Да и бабушки в этот раз особенно постарались. Их букеты ничуть не уступают тем, которые собрали профессиональные флористы. Что же мы готовились к 1 сентября? Да, конечно, конечно. Я такого не припомню. Нет, мы всегда торгуем. За 350 рублей можно купить вполне достойный букет, собранный на даче под Тверью. Чтобы предложить богатый ассортимент к 1 сентября, бабушкам пришлось несколько дней накануне не торговать. Не скрывают, ценник немного подняли. На 100 рублей, на 50, смотря какие цветы. Потому что спрос есть. В цветочном магазине нашу съемочную группу заверили, что специально к 1 сентября стоимость не увеличивали. И так традиционные розы и хоризонтемы из-за санкций выросли в цене на 10-15%. А и у стома вообще на 25. Веточку того, веточку другого вот и тысяча рублей набежала. Понятно, что уставшие от покупки формы и концтоваров родители вряд ли будут тратиться еще и на цветы. Поэтому флористы заготовили букеты, как они считают, самые бюджетные – по 500 рублей. Тут и гиллиантус, здесь и кроссфедия, и шикарные брасика, и алистромедик, кустовая роза пионовидная. Виктория отмечает, в последние годы спрос на цветы к 1 сентября заметно снижается. С одной стороны, это связано с низким уровнем жизни населения, а с другой, наоборот, продвинутостью. Все больше родители решают не тратиться на покупку цветов учителю. Вместо этого всем классам собирают деньги и помогают нуждающимся. Или дарят педагогу сертификат, подтверждающий, что средства направлены на покупку саженцев для восстановления леса. Возможно, рождается новая традиция на День знаний. Юлия Калинина, Илья Харитонов, ТВ Тверь.